Староскольцы сегодня отмечают День Семьи, Любви и Верности. В канун праздника на стадионе Промагра прошла вторая спартакиада среди многодетных семей. За звание самой спортивной боролись 8 команд. В семье Рудой 6 детей. На старт вышел женский состав во главе с отцом семейства. Мы стараемся всегда везде участвовать активно, чтобы дети все видели, участвовали. Я уже даю маленько, а дети, слава богу, молодцы. Они везде участвуют в спартакиаде, сами занимаются гимнастикой. За звание самой спортивной многодетной семьи боролись 8 команд. 4 из города и столько же представителей сельских территорий. Семья Кретининых участвует в спартакиаде второй раз. В этом году к стартам усиленно готовились. В прошлом году мы тоже принимали здесь участие. К сожалению, мы, конечно, призового места не заняли. Там пятая, наверное, была. Ну, мы были очень довольны. Дочь занялась волейболом. Мы надеемся, сын занялся футболом. Потому что в прошлом году, когда мы участвовали, он увидел футболистов, мальчиков. И попросился его тут записать. И как бы у нас это связано даже с началом футбольной карьеры сына. В течение двух часов участники состязаний прыгали в длину с места, метали мячи в корзину, бегали на скорость. Сильнейших определяли также в комбинированной эстафете и интеллектуальном конкурсе. В этом году участникам турнира предстояло попробовать свои силы на станции ГТО. Каждое задание – своеобразный тест на выносливость, скорость, смекалку и сплоченность семьи. Соревнования подарили участникам хорошее настроение, радость движения и заряд бодрости. Организаторами мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорту Администрация Староскольского городского округа и Ассоциация многодетных семей Старого Оскола. Финансовую поддержку в проведении турнира оказал депутат Белгородской областной думы генеральный директор АПХ «Промагра» Константин Клюка. Это здорово, что он всегда откликается на наши просьбы, предоставив подарки для многодетных семей, отметив эти семьи, подарив им такой праздник. И все-таки это здорово, когда есть люди неравнодушные. Победителями соревнований стали среди команд сельских территорий – семья Черных и Свидосеевки, среди городских – семья Андрющенко. Ольга Шалыгин, Алексей Играчев, Денис Остапенко, 9 канал.